Прокуратура Челябинской области и Следственный комитет начали проверку по факту смерти известного российского активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Мертвым его обнаружили в камере Челябинского СИЗО номер 3. Только вот родственники Тесака подозревают, что его могли убить и потребовали завести уголовное дело. Смерть известного блогера обсуждает вся страна и пока у общественности слишком много вопросов без ответа. Тему продолжит Татьяна Лаврова. В таком положении Максима Марцинкевича обнаружили в камере Челябинского СИЗО. Шнурок и рядом с телом была одноразовая бритва. Как они там оказались, еще предстоит выяснить следователям. Как сообщили в ГУФСИН по Челябинской области, блогер Тесак был здесь транзитом. Его этапировали в Москву. По официальной версии следствия, он скончался от механической асфиксии. На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, которые провели комплекс в течение эмоционных мероприятий. Но положительного результата они не дали. В СИЗО-3 выехали сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области. Назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчина был осужден по статье 162, статье 213, а также по статье 69. Как сообщает НТВ, после смерти Марцинкевича нашли записку. В ней, судя по этому снимку, было сказано, что ТИСАК просит извинения за доставленные неудобства администрации СИЗО-3 Челябинска. У меня к вам огромная и последняя просьба. Отправьте, пожалуйста, в СИН письмо по адресу. Вот номер. Моя гражданская жена проживает в Екатеринбурге. Книгу и черный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи утилизировать. Записку уже оценил графолог. Руководитель Центра изучения почерка рассказала, что националист Максим Арцинкевич с большей долей вероятности написал ее сам. Впрочем, позже в сети вдруг появились еще две, якобы тайные послания. В одном он прощается со своей гражданской супругой, в другом он пишет о руководителе сезон номер 3. Зачитаю записку. Всем привет. Видимо, это последнее мое обращение. Прошу винить в моей смерти. Под сильным вымогательством они пообещали мне билет на тот свет, если я не признаюсь в несовершенных мной преступлениях. Журналисты говорят, вопросов в этой истории слишком много. И в своем видео не исключают, что из Тесака могли выбивать признание в преступлении. Мы не просто так считаем, что история о гибели Максима Арцинкевича очень запутанная. С нами полностью согласен Владимир Осечкин, создатель ГУЛАГУНЕ. Он считает, что сейчас правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы замять и скрыть обстоятельства гибели Арцинкевича. А главное, Осечкин по его каналам получил некую информацию о том, что Марцинкевича якобы унижали и вроде как довели до самоубийства. Возможно, и убили. Родные погибшего в Челябинском СИЗО Марцинкевича сделали официальные заявления. Отец Максима Марцинкевича рассказал, что сын неоднократно жаловался на содержание и говорил о пытках. Чтобы понять, что именно произошло в камере, родные погибшего обратились к председателю Следственного комитета России Бастрыкину. Марцинкевич – морально устойчивый волевой человек. Он жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию в совершении преступлений, которые он не совершал. Интерфакс и знак .com со ссылкой на собственный источник сообщали, что по факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но в Следственном комитете это заявление опровергли. Служители закона не считают, что смерть Исака носит криминальный характер. Свою проверку начала и областная прокуратура. Прокуратурой по данному факту организована проверка. Руководство прокуратуры области незамедлительно выехало на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований закона по соблюдению режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей. На Южном Урале Тесак был на пересылке и его этапировали транзитом в Москву. Максим Арцинкевич, более известный как Тесак, был общественным деятелем, видеоблогером неонацистского толка, сооснователем и идеологом неформального экстремистского сообщества. Тесак был трижды приговорен к уголовному наказанию по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства». А в 2017-м Арцинкевич был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре 2018-го Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Арцинкевича к тому же наказанию.